Ольга Афанасьева представляет у нас Республиканскую общественную организацию Центр традиционной культуры и исторической реконструкции Живая история На самом деле это единственная у нас в республике Зарегистрирована юридическая организация За вашей организацией целый ряд проектов В том числе выигранных грантов И вот то, что сегодня происходит Как раз происходит благодаря тому, что Центр выиграл грант Фонда президентских грантов Но вы у нас здесь единственная девушка Которая представляет историческую реконструкцию Роль женщины в исторической реконструкции Чем занимаются женщины И насколько там их много Насколько они востребованы Насколько на самом деле интересно Женщине быть в исторической реконструкции Добрый день Ну, женщин на самом деле очень много Хотя, наверное, роль женщины Она всегда немножечко не видна И в реконструкцию Женщины приходили по-разному Конечно, зрелищная самая часть реконструкции Ее дисконные традиции Это были воинские какие-то искусства Боевые действия И многие женщины, кстати, пришли в реконструкцию Тоже начиная увлекаться сначала военными Боевыми искусствами То есть также одевали доспехи И даже участвовали в турнирах Но все-таки большая часть И постепенно роль женщины Она как бы именно так женской стала Это кухня Это во время фестивалей Это и большая часть нашей деятельности Она остается за кадром Она не видна Потому что все, что сшито Все элементы одежды Украшения тканые Это все сделано руками девушек, женщин Которые пришли в реконструкцию Все шнурочки, которыми завязаны Тканные доспехи наших мужчин Воинов Они все сделаны руками женщины Поэтому наша роль не видна Но она очень значима Костюм очень яркий Мы видим, что все пояса тоже Очень ярких цветов Мы понимаем, что это не современные красители Как эти вопросы решались И используете ли вы в реконструкции В том числе технологии Работы с тканью, покраски И так далее Ну, здесь есть пример Можно потом показать Мы пробовали красить луком Кедровым орехом Шелухой Я пробовала красить крушиной Корой дуба Вот этими красителями я красила Ну, в отношении реконструкторов Они, наверное, все зануды такие, да? Трогают ткань Смотрят, какие веревочки И не дай бог у тебя там какая-нибудь синтетика Тебя сразу забракует Да, это обязательно То есть очень все досконально изучается Описывается И допуски к костюмам С каждым годом становится все строже и строже И действительно досконально Каждую ниточку мы проверяем Прежде чем купить ткань Мы очень тщательно выбираем Натуральная она или ненатуральная Как она окрашена Точно так же требования к коже Из которой сделана обувь Чтобы было именно дубление растительное А без применения современных Таких технологий обработки Кстати, очень многие мужчины Приходили на наши мастер-классы Интересовались И к некоторым мастер-классам Мы не допускаем мужчин У нас есть мастер-классы По созданию обережных кукол Вот это только женские мастер-классы Поэтому, можно сказать, мы их удаляем За пределы этих помещений А вот под качество у нас И по плетению мужчины приходили Очень удивлялись, что это непростое занятие И у некоторых получалось Я чувствую прямо сзади Я понимаю мужиков Которые только родились Начал ходить Хватает палку и погнал Что-то фехтовать А для вас в чем удовольствие? Ну опять-таки Насчет родились и пошли палку Схватили фехтовать Вот на примере подрастающего поколения Которые у нас в клубе Уже появились девочки Они тоже проявляют интерес К вышивке То есть вот у нас приезжали Когда мы проводили наше мероприятие В лагере И приезжали с нами наши дети И девочки уже с трех лет Они приходили на мастер-классы Под качеству И тоже занимались То есть это Есть внутренняя тяга Так скажем, женщины А как женщина приходит в реконструкцию По-разному Кому-то было просто интересно зрелище Я могу сказать на себе Например Я увидела фестиваль В 99-м году летом Как раз на графическом музее Проходил фестиваль Лик Волка Я увидела вот этих красавцев-рыцарей Которые махали мечами И я увидела, что там есть девушки Я захотела познакомиться с этими людьми Мне было интересно Я пришла Ну и вот я могу показать, с чего началось Вот Мой путь в реконструкцию Начался вот с таких дощечек А что это? Наши юноши нашли информацию Как производилась тесьма Как производились пояса Сделали дощечки Принесли и сказали Вот дощечки Вот рисунок Как ткать Идите изучайте Вот могу показать Это был первый поясок Он с ошибками Он такой страшненький Это была первая работа Которую У нас не было интернета У нас То есть сейчас есть специальные курсы Схемы Мы можем прийти куда-то Пройти мастер-классы Онлайн в интернете Мы можем найти Практически в любом городе Мастерицу Которая умеет это делать 20 лет назад Этого ничего не было Нам просто принесли на бумаге Схемы Вручили дощечки Набор 30 штук И сказали Идите учитесь Вот с этого Начался путь в реконструкцию Я не понял еще Почему вы мужиков выгоняете Когда куклы делаете Это потому что обережные куклы То есть их делали только женщины Это было Вот только их занятие То есть как бы берегини Различные То есть там Ну у каждой обережной куклы У нее есть свое назначение И мужчин к этому не допускали Это только чисто женское занятие Ну вообще А есть какое-то рациональное объяснение То есть почему нельзя Обрядовая кукла Ну вообще-то Раньше всегда так было Так же как есть обряды мужские Есть обряды женские Это может навредить Ну да Потеряется смысл тогда этого изделия То есть были обряды мужчин Куда не допускались женщины То есть то, о чем мы говорили На самом деле Образ жизни Нет, это нормально Нам так и спрашивают Просто на самом деле О чем мы говорим Что историческая реконструкция Это не тоже сшил Это иногда Это образ жизни То есть человек должен По большому себе Правильно идти Он должен в конце концов Не сидеть нога на ногу Да, допустим Русская женщина Не должна сидеть Еще очень много элементов Которые должны Соответствовать этому образу И если вот Сергей, я могу Наверное, с гордостью сказать Что все ребята Которые здесь пришли Прошли реконструкцию Они в этих образах Иногда даже лучше выглядят Чем по жизни Да И они в этих образах живут Они такие естественные И, соответственно Все поведение Оно тоже соответствует Соответствует той эпохе Да И, конечно, мы, наверное Словарный запас У нас не очень большой Но мы иногда стараемся В том числе даже И какие-то термины вводить Не современные А в том числе какие-то Русские традиционные Использовать Очень часто приходится Кстати, рассказывать Что это за слово И что оно значит К феминизму Как относится? Традиционная женщина Как относится к феминизму? Ну, как бы Что это, да? 17-й Какой феминизм? Феминизм В крайних его проявлениях Отрицательно То есть, как бы Ну, должно быть разумно Я понимаю, защита прав женщины Какие-то Разумные все-таки Есть этому Грани Когда полностью Женщина там должна Заменить Ну, это невозможно Мы все-таки Два разных мира Как бы Устроены Как-то природой Было заложено Что есть что-то Мужское и женское Кстати, в традиционной культуре Чувствуется Это разделение, да? Там, что Женщина меньше Таскала Женщина выполняет Какую-то Конечно Более, риск Такую легкую работу Мужчина выполняет Хотя Вот мы занимались Понятно, что культура Женская Доля совсем не была Легкая, да? И в физическом плане И в плане Предметного ряда Там, чугунки Горшки Там, да? Да И так далее, да? Но при этом Четкое было разделение Чем может заниматься Женщина А чем нет Поэтому думаю, что В исторической реконструкции Все женщины заинтересованы Чтобы это разделение Сохранялось Это да Сохранялось Продолжение следует...